здравствуйте дорогие друзья в эфире михаил шакин автор блога shakin.ru и сегодня я хочу рассказать о самых интересных на мой взгляд функциях на сервисе ах ревс я постоянно пользуюсь этим сервисом уже в течение многих лет и свой обзор этого сервиса делающего в 2012 году с тех пор на ах ревсе появилось много полезных функций и я сегодня расскажу как раз о самых интересных первая функция это анализ ссылок на вкладке сайт explorer это лучший инструмент для анализа внешних ссылок любого сайта который я знаю набираем просто адрес интересующего нас сайта и можно выбрать варианты допустим можно посмотреть только ссылки на определенную страницу можно посмотреть ссылки на определенную категорию допустим раздел какой-то сайта можно посмотреть ссылки на домен без сабдоменов и можно посмотреть домен с поддоменами я обычно выбираю опцию домен без поддоменов потому что На мой взгляд, так правильнее смотреть ссылки. И вот здесь мы видим подробнейшую информацию по внешним ссылкам набранного сайта. Например, у моего блога сейчас 93 тысячи внешних ссылок и более 1700 ссылающихся доменов. Можно также увидеть количество социальных сигналов, ключевые слова, по которым сайты ранжируются, и также количество органического трафика, и также подробную информацию, например, по типам ссылок. Вот, например, у моего блога 4 ссылки с edu-сайтов. Допустим, в англоязычном интернете такие ссылки предпочтительны, потому что они могут давать теоретически больший эффект. Также можно видеть ссылки по типам, nofollow, dofollow, текстовые, редиректные, по изображениям и так далее. Также можно увидеть на этом графике, что, допустим, за последний год количество ссылающихся доменов на мой сайт снизилось, но при этом увеличилось количество ссылающихся страниц. Можно сделать выборку за все время, и данные будут у нас с 2012 года, получается. Вот таким образом у меня менялась ссылочная масса. Ну, то есть количество доменов ссылающихся уменьшается, а в целом количество страниц увеличивается. Также можно увидеть выборку за последние 30 дней. Можно посмотреть количество новых появившихся ссылок и удаленных. То есть по соотношению здесь можно все это подробно смотреть. По странам можно посмотреть. Также облако текстов ссылок, облако анкоров. То есть наиболее часто использующиеся тексты ссылок у моего сайта. Вот пример естественного ссылочного профиля. Здесь преобладают ссылки в виде адреса сайта и его названия, а также моего имени и фамилии в разных вариациях. В верхней части страницы есть интересная вкладка по анализу контента на данном сайте. И можно увидеть самые популярные страницы, получившие наибольшее количество социальных сигналок и ссылок. На данном примере можно увидеть, что у моего блога здесь статья по чистке поисковых запросов в кей коллекторе, как получать трафик с Reddit, кулак богомола, как получать трафик с Pinterest и так далее. Здесь можно увидеть количество соцсигналов у каждой страницы, ну и вся полезная информация. То есть при анализе сайтов в любой тематике очень полезно делать такой быстрый анализ. Чтобы увидеть непосредственно сами ссылки, переходим в пункт Backlink, и мы увидим подробную информацию по ссылочной массе моего блога. Далее я перехожу в пункт по одной ссылке с домена, с каждого, чтобы, если допустим, с домена там 100, 200 или больше ссылок, то чтобы я видел одну только. Потому что мне вот для анализа именно удобно смотреть по одной ссылке с каждого сайта. И также мы смотрим здесь подробная информация по каждой ссылке и сколько ссылок с каждого сайта. Вот допустим, с блога Димка здесь 315 ссылок, с блога Алексея Терехова 412 ссылок, с ротопоста 23 ссылки и так далее. Далее я экспортирую список ссылок в формат Excel и дальше с ним работаю уже в Excel. Также по типам ссылок очень удобно здесь отфильтровать, допустим, только ссылки dofollow, показать редиректные, с образовательных сайтов не сквозные и ссылки nofollow. Ну, например, если кликнем по ссылке dofollow, то увидим только dofollow ссылки в ссылочном профиле моего блога. Если показать все, то будут отображены все. Еще одна интересная форма фильтрации это по платформам. Мы набираем здесь, допустим, только с блогов 265, с коммерческих сайтов e-commerce, затем с досок сообщений, с месседжбордс, это часто бывают, ну, разные там форумы, допустим. Также с википедии, с сайтов на движке wiki5, с других сайтов на других движках, также с комментариев, это обычно с дискусса или с комментариев на блогах wordpress96, и с блогов на движке wordpress 603 ссылки. То есть мы примерно сразу видим, ну, такую долю ссылок. Если у сайта, допустим, очень много ссылок с комментариев, а остальных типов ссылок мало, то можно, как бы, уже подозревать, что данный сайт заказывал там ручной спам или автоматический спам по комментариям и так далее. Ну, то есть вот по типам платформ ссылок очень удобно сразу быструю картину увидеть. Также по языкам здесь можно увидеть, что у нас там, допустим, на мой блог с болгарских сайтов 34 ссылки, с эстонских 31, ну, и с украинских 13, с румынских 10 и так далее. Также можно искать, допустим, определенные типы ссылок и, ну, делать такие, как бы, маски запросов. Также можно, вот, как я сказал, делать маски запросов. Например, сделаем маску, ну, Михаил Шакин. Набираем и увидим все ссылки, которые ссылаются с текстом Михаил Шакин. Здесь у нас получается 188 ссылок с различных доменов, именно вот с таким анкором. Можно посмотреть по, ну, например, глобатам, моё прозвище, так сказать, в интернете. Мы можем увидеть ссылки только с этим, как бы, текстом ссылки. Также можно посмотреть, допустим, ну, вот, если semonitor.ru Вот, если мы сделаем, semonitor, то увидим, наверное, ссылку, ну, вот, semonitor.ru Да, 10 ссылок, получается. То есть можно делать различные маски запросов и быстро фильтровать такие, как бы, нужные ссылки по нужным нам запросам. В левой колонке на сервисе Ahrefs также есть быстрые такие фильтры, по ссылкам. Например, можно увидеть только новые, пропавшие или битые. Например, вы занимаетесь методом получения битых ссылок и, например, кликаете по пункту битые ссылки в анализируемом сайте и вы можете увидеть, где, получается, ну, как бы, ссылки ведут на неработающие страницы. Вот у меня какая-то была страница сотрудничества, обмен постовыми. Когда-то я там много лет назад предлагал обмен постовыми и с данных блогов, допустим, идут у нас ссылки на вот эту неработающую мою страницу. И таким образом там схема такая, что вы пишете, допустим, создаете такую же страницу у себя и ну, создаете страницу и пишете владельцам вот этих сайтов о том, что вот у вас ссылка ведет на неработающую страницу, а у меня уже такая страница есть и не могли бы вы как бы заменить страничку, ссылочку на мою страницу. Ну, это один из методов продвижения. Можете посмотреть на моем блоге, я этот метод описывал вот по данной ссылке. Субтитры сделал DimaTorzok